МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сочи считается одним из самых красивых в мире. Это отнюдь не преувеличение. Посудите сами, Сочи находится на территории Кавказского биосферного заповедника. В черте города начинаются детственные колхидские леса с реликтовой флорой. С одной стороны плещется лазурное море, а с другой видны снежные шапки вершин Большого Кавказа. Рубрику представляет туристическое агентство «Вокруг света». Уже огромное количество туристов смогли исполнить свои мечты и посетить самые отдаленные уголки мира, присоединяйтесь и вы. Исторически Сочи был одним из самых популярных курортных регионов в Краснодарском крае. Сегодня Сочи – главный город-курорт России и столица Русского юга. Это крупный финансовый и культурный центр, стремительно развивающийся в последние десятилетия. Сочи всегда считался недешевым городом. Однако в этом году пресловутая фраза любителей заграничных курортов, а по деньгам там столько же, теряет свою актуальность. Причина подорожания загранпоездок очевидна всем – снижение курса рубля. Так что, если вы ограничены в средствах, у вас есть два варианта. Первый – выбрать европейский курорт, где вам нужно экономить и подсчитывать основательно свой бюджет. А это значит поставить галочку в списке курортов, где вы просто побывали, но вовсе не отдохнули в полном смысле данного слова. Или же второй – выбрать качественный отдых в Сочи. Вы совсем не проиграете. Даже если вы там уже были, после Олимпиады курорт сильно изменился в лучшую сторону. Это факт. Сегодня там замечательные дороги, отличные гостиницы на любой вкус и кошелек. Масса развлечений, чистота и порядок. А где вы еще увидите такой многоголосый пляж, где периодически солируют крики торговцев, пиворы и бараки, пах лавачур, чхела, чача. Так надоедает? Но потом вспоминаешь об этом с ностальгической улыбкой. Так же, как Черное море, которое в Сочи прекрасно. Центральный район Сочи – непосредственно сам город-курорт. Самое солнечное место. Летом средняя температура воздуха здесь плюс 27 градусов. Все пляжи галечные. На центральном городском пляже можно прыгнуть в море на тарзанки, в которую превратили спасательную вышку. Есть надувные бананы, гидроциклы и прочие развлечения на воде. На пляже Маяк рядом с морским портом находится аквапарк. Центральный район подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха. Хорошо развита инфраструктура, есть все виды развлечений и отдыха. Концертные залы, кинотеатры, рестораны, магазины, клубы, аквапарки и так далее. Адлерский район. В него входит веселая Краснополяна Адлер. Подходит для молодых людей и семей с детьми-школьниками. Тут спокойнее. Инфраструктура развита не хуже, чем в центре, а цены ниже. Некоторые туристы не жалуют район из-за наличия железнодорожной станции и аэропорта. Хотя при правильном выборе жилья шума транспорта почти не слышно. К Лазаревскому району относятся одноименный поселок Головинка, Алексеевска, Дагомыс, Лоу и другие. Цены на жилье в этом районе умеренные. Шумных развлечений немного, исключая местные аквапарки. Зато чистое море, спокойная атмосфера, хорошие широкие пляжи и вкусная еда в изобилии. Хостинский район – это Хоста, Мацеста, Кудепста, Светлана и так далее. В нем прекрасная природа, свой микроклимат. Чуть теплее суши, чем в остальном Сочи. Для оздоровления и тихого отдыха – лучший выбор. Сочи стал настоящим европейским городом. Улицы и тротуары помыты, с домов сняли копоть, грязненькие ларьки и шашлычницы убрали. Такие мы видели Сочи на экранах телевизоров во время Олимпиады. Но тогда город был заполнен спортсменами, болельщиками и силами безопасности. Сейчас толпы схлынули, а чистота удивительно осталась. Такой чистоты в России еще не видали. Жители Сочи тоже подтянулись. Они и одеваться стали получше и вести себя по сдержанию. Сочинцы не сомневаются, что их город, прогремевший на весь мир, ждет успешное и счастливое будущее. Отдых в Сочи станет для вас действительно незабываемым и полным позитивных впечатлений. Вы сможете лично убедиться в том, что этот особенный город готов подарить вам в ответ солнечное настроение и море потрясающих возможностей для отдыха и развлечений. О море интересных предложений вам готовы сделать в туристическом агентстве «Вокруг света», расположенном на улице Красноармейской, 154А. Можно позвонить 308 800 309 900. Сочи является одним из самых протяженных городов в мире. Более 148 километров. Длиннее только Мехико с расстоянием от 200 километров. Ни в одном городе России, за исключением Сочи, не растут южные пальмы, которые одурманивают жителей своим чудным запахом. Эвкалипты, магноли, а также многие виды фруктов – инжир, хихуа, мушмула. Здесь также выращиваются плантации чая. В 19 веке здесь преобладал очень вредный климат, который характеризовался сплошным наличием болот с малярийными комарами. Тогда Сочи служил ссылкой. Однако, начиная с 1920 года, выдающийся врач Соколов победил проблему малярии, благодаря чему на месте болот стал расцветать курорт. Сочи – это русская ривьера, и это сравнение вовсе не случайно. Российский курорт расположен в тех же широтах, что и всемирно прославленные пешенебельные Ницца, Монте-Карло, Каны и Сан-Рема. Так что делаем выводы. В Сочи есть свой Парфенон. Это не что иное, как здание Зимнего театра, которым гордятся, пожалуй, все, без исключения жители города. Величественное здание появилось в центре курортного городка всего за пару лет, а решение о его строительстве принимал лично Сталин. Ходят слухи, что отец народов инкогнито во время своих визитов на курорт бывал и в этом театре. В конкурсе проектов Зимнего театра принимали участие многие признанные архитекторы того времени, но выиграл малоизвестный на тот момент человек по фамилии Чернопяток. Его новаторское решение заключалось в том, что в споре, куда направить главный вход в сторону моря или на главный проспект, мастер выбрал золотую середину, сделав пояс из 88 колонн и двух портиков. В Сочи любят киношники. Город неоднократно становился съемочной площадкой. Здесь снимались старик Хатабы, человек-амфибия, дикая собака Динго, бриллиантовая рука, будьте моим мужем, под куполом цирка, в спорте только девушки, опера, хроники убойного отдела, парк советского периода и другие. Чистую питьевую воду в Сочи можно получить совсем бесплатно. В знаменитом парке Ривьера открыт бювет с минеральной водой. Никто не запрещает наливать ее в какую-нибудь тару. Если покупаете продукты на рынке, лучше делать это ближе к вечеру. Тогда продавцы снижают цены на нераспроданный товар. Обязательно торгуйтесь. Экскурсии в аквапарк и дельфинарии являются экономически невыгодными для туристов. Полноценной экскурсии вы не получите. Вас просто привезут к дельфинарию, по дороге немного рассказав об истории Сочи, и увезут обратно после представления. За меньшую сумму вы можете самостоятельно доехать до места. Туда идет множество маршруток. И купить билет на представление. В Сочи приехал симпатичный вам артист, но не хочется сильно тратиться? Это и не обязательно. Основные открытые концертные площадки Сочи, фестивальный и зеленый театр, расположены таким образом, что вы отлично услышите выступление, присев на лавочку неподалеку. Большинство сочинцев так и делают. В кафе с живой музыкой всегда уточняйте, входит ли работа музыкантов в стоимость заказа. Необходимость оплачивать музыкальное сопровождение дополнительно может стать неприятным сюрпризом. С момента проведения в Сочи зимней Олимпиады вопрос о том, что можно привезти из Сочи, стал просто риторическим. Пусть Олимпиада уже стала частью истории, но сувениры, связанные с этим событием, продаются здесь буквально на каждом шагу. Футболки, бейсболки, сувенирные монеты, игрушки с олимпийской символикой станут хорошим и интересным подарком из Сочи. В Сочи это известный производитель чая. Именно здесь находятся самые северные плантации чая, продающегося под маркой Краснодарский. Любители этого напитка можно порадовать шикарным подарочным набором чая, дополнив его каштановым медом или бутылочкой, изготовленного в Красной Поляне бальзама. Как известно, Краснодарский край славен не только чаем, но и своими винами. Какое же вино привезти из Сочи? Лучше всего приобретать его в специализированных винных магазинах, торгующих только оригинальной продукцией кубанских заводов. Вина Кубани, Дионис, Аркадия. Перед покупкой можно продегустировать. Если же нужен подарок для поклонников хендмейт, то сувениры стоит искать на рынках Сочи. Здесь можно купить без преувеличения все. От сувенирных футболок с надписью «Привет из Сочи» до самодельных вареньей и приправ. Рубрику представляет туристическое агентство «Вояж». Отдыхайте свободно, открывайте новые горизонты, прокладывая традиционные и необычные маршруты. А в этом вам всегда помогут профессионалы из туристического агентства «Вояж». Скучать в Сочи туристам не приходится. Сам город и его окрестности полны интереснейших достопримечательностей. Одной из главных по праву считается парк «Дендрарий». Здесь можно увидеть огромное количество самых разных растений, собранных со всех уголков земного шара, а также разнообразных редких животных и птиц. Потрясающие скульптуры и фонтаны органично смотрятся на территории парка и являются одним из главных его украшений. Одним из любимых мест, где любят отдыхать жители города и гости, можно назвать парк культуры и отдыха «Ривьера». Он находится направо по бережью реки в центре города. Гуляя по парку, вы увидите разнообразные деревья и кустарники, пройдете по Платановой аллее, посетите интересный розарий, повеселитесь на многочисленных аттракционах. Особенно в парке «Ривьера» любят отдыхать детвора. Для них там устраивают праздники, спектакли, работает океанариум с дельфинарием. А по всей округе распространяется аромат роз. Эти королевы цветов растут маленькие, большие, разных оттенков. Для тех, кто любит больше слушать, чем наслаждаться ароматами, понравится зеленый театр, расположенный в центре парка. Здесь часто можно увидеть выступления знаменитых артистов и театральных трупов. Также проводятся фестивали рок и джаз-музыки. На сегодняшний день не так много городов со светящимися и поющими фонтанами. А вот в Сочи есть подобное водоинженерное чудо, красоту которого не передать словами. Найти поющие фонтаны можно на знаменитой Платановой аллее, известной части курортного проспекта. Они представляют собой сложную водяную систему, оборудованную фонтаной и световой аппаратурой. Все эти приспособления заставляют струи воды переливаться тысячами цветов, петь и танцевать под звучащую музыку. Работать они начинают только в летнее время вечером. Птица Самшитовая роща, раскинувшаяся на побережье курорта, является государственным биосферным заповедником. Здесь еще сохранились древние виды растений, которые пережили ледниковый период. Они существуют здесь в практически неизменном виде уже более 30 тысяч лет. Это настоящий дикий лес, наполненный растениями, которые не встречаются больше нигде в мире. Площадь этого музея живой природы – 301 гектар. Здесь обитают и более 50 видов редких животных. На северной границе рощи, на скалистом уступе в изгибе реки Хоста, находится средневековая Хостинская крепость. Если вас интересуют природные достопримечательности Сочи, то обязательно посмотрите Ореховский водопад, расположенный в окружении могучих дубов и каштанов. Высота этого водопада составляет порядка 27,5 метров. Не будем забывать и о новых достопримечательностях Сочи. Во-первых, это Олимпийский парк. Здесь проходили многочисленные соревнования зимней Олимпиады, а также грандиозные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, за которыми наблюдал весь мир. Сегодня район Олимпийского парка – это популярное место отдыха не только у туристов, но и у местных жителей. Каждый вечер здесь проходит грандиозное шоу светомузыкальных танцующих фонтанов. Зрелище поистине захватывающее. Помимо спортивной инфраструктуры, здесь построили российский Диснейленд, Сочи парк – единственный тематический парк развлечений на побережье Черного моря. Тут все окутано волшебным колоритом русских сказок. Здесь живут любимые всем с детства персонажи – богатыризм, Игорыныч, Кощи Бессмертный, Жар Птицы и многие-многие другие. В волшебном мире Сочи парка насчитывается 12 уникальных аттракционов. Гостей парка также ждут развлекательные шоу-программы, театрализованные представления, лазерные шоу. Единый входной билет позволяет находиться в парке целый день, неограниченное количество раз кататься на всех аттракционах и смотреть все шоу-программы. Более 18 показов уникальных шоу ежедневно. Также на территории парка летом 2015 года откроется дельфинарий, посещение которого будет входить в стоимость единого билета. Говорят, что судьбу мы создаем только своими поступками и решениями, и все зависит только от нас. Но всегда так хочется, чтобы заветное желание исполнялось без титанических усилий. А почему бы не попробовать? Тем более, что в Сочи есть немало мест, где это можно сделать. Во-первых, это орлиные скалы и памятник Прометею в Хостинском районе. Рядом с памятником вы увидите дерево, которое до самой верхушки украшено ленточками. Шепотом произнесите желание и привяжите ее на любое свободное место на ветке. В поселке Лоу расположился византийский храм. На этом месте об исполнении сокровенной мечты просят уже почти тысячу лет. Для того, чтобы она исполнилась, нужно прислониться спиной к стене храма и попросить у высших сил то, чего вам очень хочется. Главное помнить, что желания должны быть добрым и искренним. Третье волшебное место – это тюльпановое дерево в поселке Головинка. До сих пор нет достоверной информации, откуда лира, а именно так еще называют тюльпановое дерево, взялась в Сочи. Это уже сама по себе загадка номер один. Второй секрет этого дерева в том, что оно мастерски исполняет желания. Скульптура «Ухо. Загадай желание». Название этого странного памятника, расположившегося недалеко от сочинского ЖД вокзала, говорит само за себя. Кстати, для особого удобства внутри скульптуры есть металлическая подставка под ладонь, чтобы, увлекшись перечислением требований к судьбе, вы не выпали из волшебного уха. Смотровая башня на горе Ахун считается у жителей Адыгеи священным. Но желание, загаданное здесь, исполняется только у того, кто прибыл сюда впервые. Второго шанса угла не существует. И, наконец, «Лавочка влюбленных». Этой мистической скульптуре в парке Ривьера нету 15 лет. Тем не менее, она одной из самых популярных мест, где можно загадать желание. Но есть два условия. Мечта не может быть материальной, а тот, кто о ней думает, должен иметь доброе сердце. Загадайте желание. Куда бы вы хотели поехать? И обратитесь в «Айаж», агентство, отличное зарекомендовавшее себя на туристическом рынке. Опытные сотрудники организуют вам без преувеличения любую поездку. Агентство «Айаж» расположено по проспекту Ленина, 39, на первом этаже гостиницы «Десна». Телефоны 74 16 25 и 74 66 75. Сочи сегодня удивляет, восхищает и очаровывает. Интересные места и достопримечательности захватывают воображение туристов круглый год. Они стремятся сюда со всего мира. И неудивительно, ведь Сочи всегда радует их новыми впечатлениями. С туристическими агентствами «Вокруг света» и «Вояж» качественный отдых станет для вас не мечтой или сказкой, а реальностью, приносящей максимум удовольствия, удачных поездок. И помните, путешествия, как самая великая и серьезная наука, помогают нам вновь обрести себя. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин